Смотрите, какая красивая красная терракотовая стена у кирпичного дома. Как приятно смотреть на такой красный цвет. Погода сегодня. Здорово, тепло, да? Сколько градусов? 11 градусов, солнышко даже где-то вон там вот. Все, холода отступили, начала весна, прям тепло-тепло, как летом. Ну, летом, конечно, градусов 18, сейчас 11, ну, почти как летом. Скоро и на деревьях будет фества. Мы на заправке, заправляемся. У меня заправки. Да, сейчас заправим бензинчик и поедем дальше, да? Агафья, ты видишь, как тепло? Надо тебе уже новую куртку покупать, летнюю. Смотри, какая у тебя зимняя куртка, да? У Леши и Миши есть летние куртки, а вот у Агафьи нет. А мне не нужно, я не расту, у меня есть с прошлого года, да? Да, да. И у Леши скоро день рождения, через месяц. Леша, что ты хочешь на день рождения? Нужно подумать. Ботинки? Ботинки вот. Какие? Я хочу тоже ботинки. И ты хочешь ботинки, и тебе купим ботинки тоже. Какие ботинки? Не знаю, какие-нибудь. Джордан? Нет. Ой, селиви. На сколько, Макс, на сколько заправляешься? За 20. На 20 фунтов, и сколько литров? Хрен его знает. 17. 17 литров за 20 фунтов, да? Сколько стоит бензин? Я не знаю. Не знаешь? Я без понятия. Вот там написано. Фунт сколько? Фунт 16. Подъезжаем к окошку и передаем денюжку тете в окошке. Все, и мы свободны. Ну как? Макс. Да? Макс поднять вот эту вот, Макс? Давай, вытащить ее. Нет, я не смогу с этой стороны вытащить. И сколько стоит такая чистка? 2 фунта 6 минут. 2 фунта 6 минут. Засасывай, да? Все, засасывай. Вон стекло, вон все ли стекло. Или давай мне передавай с этой стороны. Стекло было разбито, разбили ночью стекло. Надо ее, конечно, сдавать на чистку такую настоящую, но все чистки настоящие закрыты сейчас. У нас знакомые, у них есть эта станция, где чистят машину. Чистили они, чистили, пока им чуть штраф не влепили. Агафь, садись! Все, немножко получше стало. Хотя бы и нет стекла нигде. Стекло нет. Пока мы ждем в очередь в помывку машины. Я забежала в магазинчик, купила салфетки мокрые. Ротрем вот здесь вот, потому что здесь мелкие стеклышки. Они прям чувствуются, мелкие стеклышки от разбитого стекла. Вот так вот разбил какой-то нехороший человек окно. Не пойми зачем. Ничего не вытащили, ничего не своровали, просто разбили стекло. Зато у нас сейчас все будет чистенько, будет приятно ехать на машине. Вообще раньше всегда Макс всегда это делал на специализированной станции. Все это, сдаешь машину и все это чистят. Без проблем. Сколько у нас стоит? 15 фунтов, да? 20 сколько? Но сейчас они все закрыты, в связи с этим карантином и со всеми. Они закрыты все. Не разрешает государство им открываться. Вот так вот. Я не знаю, а как действительно люди моют машины? Вот так, да. Не, ну я имею в виду, если у кого-то стекло разбилось. Это реально вот прям чувствуется, как мелкие стекляшки. Без специальной техники в некоторых местах это не промыть. Вот здесь вот мелкие, где забивается пыль, стекло забилось. Там просто так руками не помоешь. Смотри, как красиво стало сразу. Видишь, что происходит? Давай оставим твое открытое окно и посмотрим, что будет. Давай лучше твое. Представляешь, в окно такие щетки? Вот такое вот у нас еще развлечение. Кроме как походить по грязи, еще есть развлечение помыть машину. Вводим секретный номер секретного ингредиентного. Солок, мама. Мойки. Это король. Так, закрывай. Ой, Макс, окно не закрывается. Макс. Макс, не пугай меня, блин. Так оно не закрывается. Агафья закрыла окно, нет? Делай. Покручай. Ух ты, смотри! Вот. Ой, пена. Пена, да. Все в пене. Что это? Это утки. Бомбами. О, нет. О, оно возвращается, Агафья. Ой, сползает пена. Сползает? О, окошка. Не, Леша, ну не шути. Ты же знаешь, что она это самое. Леш, пристегни я у него заколка свалилась. Видишь, чуть-чуть. Да, кроме окошки, ну ничего не страшного не будет. Подушке уже кончилось, наверное. Что-то как-то жарко стало. А что это оно так пеет? Слушай, такое неприятное ощущение, да? Куры бегают? Да. По стеклу. Как будто куры бегут по стеклу. Слушай, а пахнет, да, в машине? Или ты пеной, или чем-то? Куда ты идешь? Куре, капает. Капает? Вот. Ой, вот так и капает. Ой. Мы сзади курочки. Дарья курочки, как бежать. Вот это аттракцион, да? Здорово. Это как будто на метро проехали. Как будто на метро, они похожи? А, да, звук такой. Только долго, а на метро щупки все. Пошли, пошли. Как торнадо. Как торнадо, точно. Куры возвращаются. Миша, конечно, такая ассоциация с курами. А-а-а. А-а-а. Куры возвращаются. А не хочу. Смотри, как сильно дует, сильный, сильный ветер. Сейчас все капельки. Стофу, на мать. Стофу, на мать. Стофу, на мать. Стофу, на мать. Может, поднялась эта прядь, да? Уже на что-то возить. О, смотрите, какое стекло стало. Ура, все. Мы чистенький, помытый, вкусно пахнущий. Выезжаем. Все. Стекло чистейшее. А то я вечно снимаю, когда свои какие-то там виды дорог. Вечно стекло какое-нибудь. Не такое. Машина чистая, красивая. Все помыли. Здорово. Ребята побежали на площадку бегать. Леша побежал без куртки на улице. Тепло. Нет совсем ветра совершенно. А я вообще-то хотела вам показать. Вот сейчас приближу. Куст. Смотрите. Вот там за машиной. А это куст. Вот-вот-вот-вот-вот. Вот этот вот куст. Вот этот. Знаете, что это за куст? Это бейлиев. Лаврушка. Лавровый лист. Куст лавровый лист. Огромный, как дерево. Соляйте. Тоже хочу такой себе лавровый лист. Такая вот площадочка. Которая всегда полупустая. Вон Агафия. Тут вон малыш играет. А здесь проходит железная дорога. Дорога в Шеффилд. Соседний город. Мы когда ездили в Шеффилд. Мы часто же ездили раньше в Шеффилд. Там и музеи, и парки интересные. В общем, когда ездили, всегда проезжали эту площадку. Вот здесь вот. Да, туда-сюда ездить, да? Прошла буквально минута обратную сторону едет. Пошли, садимся в машину. Агафь, давай, запрыгивай. Бассейн хочешь, да? Очень сильно. Очень сильно хочешь бассейн. Но скоро Боря Джонсон, который, может, нас выпустит. Может, бассейн откроется. Ну а короче, этот вредный пойдет и такой вредный. Вредный, да, Борис Джонсон? Как же этот Борис Джонсон, а? Причем мы его даже и не выбирали. Кто не знает, в Британии не демократия, а монархия. И премьер-министра никто не выбирает. Я тоже не выбираю. Да, я его тоже не выбирала, этого Бориса Джонсона. Я тоже не выбирала. Смотри, Адаш, дома? У них на крыше окна. У всех. Ну да, видишь, в каждом домике по два окошка. А с другой стороны, там, наверное, эти самые панели солнечные. Свежепостроенные дома. Их можно определить, потому что у них нет дымоходов. Все, у нас какой у нас есть выбор? Бургер, fish and chips. Вот я, вон там, в Грексе вижу, да? А, это багет с чем-нибудь, с тунцом, да? Леша, что хотите? Бургеры или, может быть, в Грексе что-то? Или fish and chips? Fish and chips. Вот, что открыто, то и можно. Я заказала рыбку, вон ту вот, большую, просто без картошки. Миша, Миша, как я ее не подниму, давай. Вот так, видно? Да. Агафья будет вот такую сосиску, тесте. И сейчас ей чипсы в другом месте возьмем. Ну, в смысле, картошку фри. Это Мишина. Рыбка будет с картошкой фри? Я говорю чипсы, потому что в Британии говорят чипсы, в смысле, на картошку фри. Кто-то, может быть, не знает. А, я. Вот такая вот картошечка с рыбкой. А это моя рыбка. Так. Первая партия пошла. Кушают. Сидят. Сейчас вон приготовят бургеры. Вон там вот. Вот такая вот у меня рыбка. В кляре. Ну, кляры я, честно говоря, не очень люблю. А вот саму рыбку белую. Вот она, белая рыбка. Кот. Не знаю, как она по-русски будет. Бургеры пришли, да? Леша и папа. Бургеры. Покажи нам бургеры. Вкусно ли? Вкусно ли? Выглядит. Мороженое хочет Агафья. У нее нехватка мороженого в организме. Да, Агафья? Не хватит мороженого. Да, Агафья, нехватка в организме мороженого. Ну, вон там в магазине пошли, не ной. Это мы в центр заехали. В центре города. Сейчас заедем, зайдем в магазин, купим мороженое. Может быть, еще что-нибудь. Сливки, сливки надо. У нас сливки кончаются. Без сливок жизни нет на планете. Смотрите, какие цветочки. Они уже скоро распустятся. А, вон, белые. Не знаю точно, сколько они стоят. Что-то я не пойму, сколько они стоят. Чего ты? А вот далее, да? Смотри, далее. Ну, далее у нас есть. Это, не помню, как называется. Фунт 29 стоит. Нарциссы, смотри, есть нарциссы, срезанные по одному фунтику. А, это лилии. А, это лилии. У нас есть лилии. У нас все будет катить у нас тележечку. Смотрите, какие я цветочки нашла. Всего лишь фунт 79 стоит. Вот такие вот маленькие тюльпанчики возьму тоже с собой. Я буду катить. Вот так вот. Давай, катим. Вот туда, вот в ту сторону. Адаш, салатик возьмем? Салатик? Да. Да, на, клади. Только аккуратно там по цветочку не ударь. Сколько он стоит? 43 пенца. Давай и нам возьмем, и курочкам. На, клади, клади. И вот еще один, на. Молодец. Все, пойдем дальше теперь. Давай вот такой вот возьмем тюрки, этот самый, как его. Который, бля-бля-бля, индюк. Индюк 7% жирности. Фарш стоит фунт 79 за полкилограмма. Давай туда вот положу. Подожди, Адаш, подожди, сейчас придавлю цветы. Вот так вот. Я буду катить, а ты будешь кладывать, поняла? Ты будешь катить, а я буду складывать? Хорошо, да. Тихонько только, тихонько. Сделаю из них шарики мясные такие. Вермишельки, они сегодня только, а завтра. Возьму йогурт, такой вот греческий йогурт. На оладушке. Стоит он 99 пенсов. Один фунт сто с чем-то рублей. Здесь выпекаются такие булочки, но что-то они как-то разобраны уже. Да, и нам, в принципе, булочек ничего нам не надо. Да, Агафь, пошли мороженое твое искать. Давай, вперед. Вперед, на дядю не наедь. Осторожненько. И сливки надо взять. Вот здесь вот, смотри. Давай молоко еще возьмем. Синенькое, вот, британское молоко. Два, наверное, возьму молока. Так, сливочки надо взять. Что-то здесь как-то так, дверь. Сливочки. И отсюда пышка. Миш, на, бери, возьми, положи. 85 пенсов стоит 100 миллилитров. Британские тоже сливки. Давай возьмем какую-то с соком и с шоколадом. Вон есть ментоловая, белая. Какую хочешь? Я выбываю. А вон, смотри, есть еще вот такие вот маленькие. Я выбываю маленькие. Вот такие вот, да? Да. Мини айски. Вот такие вот. Это просто меня. Вот такие вот, да? А еще вот эти розовенькие. Ну, подержи. Какие вот? Те вот розовенькие? Вот эти вот? Да. Чувы, ликвы, струбри, ванилла. А, вот такой вот тофей пекан. А то же самое, да? Такой тортик хотите, нет? Да. Только не сегодня, а то у нас слипнется чего-нибудь. Вот такой вот тортик возьмем. Стоит он 3,5. Фунтика. Стоим в очереди. Очередь небольшая. Оно между людьми 2 метра. Поэтому, как бы, ну, такая, буквально-таки, большая получается. Предлагаю моим зрителям такой эксперимент, что ли. Вот, посмотрите, все, что мы берем. Вот пакетик. Цветы. Я взяла две антибактериальные салфетки для пола. Ну, все, что мы взяли, да? Напишите в комментариях, как вы думаете, сколько вышло это все в паундах. Интересно просто, кто угадает, сколько вот эта наша покупка... Давай, помогу, Миша, тебе. Сколько вот эта наша вся покупка стоила? Давай, Миша, вставай. Два молока вот у нас, трое сливок, двое мороженое, тортик, салфетки, цветы. Как там? Три салата и... А, и йогурт. Все, да? Там еще мешок в багажнике. Все, пойдемте домой. Леш, на ключ. Вот у меня в руке возьми ключ. Откроешь? Сейчас я, Леша, да, сейчас. Слышишь, собаки гавкают? Домой мы приехали. Давай, заходи, снимай ботиночки, будешь кучать мороженку. Включайте там свет. А я другую. Молодец. Мой соленый огурец. Так, заходим. Собаки скулят. Все, вадим. Ну, давай, спасибо. Где Мишаня наш? Леш, собаки. Леш, 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 помоги мне, у меня падает все в руках. Помоги, ты с мороженкой сейчас. На, держи цветы. Что? На, держи коробку. Открывай. Ну, вот я тебе не могу дверь открыть. Открывай дверь. А Гаша, не-не-не, сначала надо раздеться. Снимай ботинки. Альма, стой. Милка убежала. Миша, собака убежала. Так, куртку давай. Не снимается, да? Садись, я тебе помогу. Садись. Давай. Одну ногу. Где твои тапочки? Ой, Милухин, привет. Где твои тапочки, Агаша? Иди. Так, и давай руки мыть, а потом мороженку. Так, все, приехала домой. Салатик, айсберг. Надо сказать, он какой-то не очень хороший, неплотный, скажем так. Так, сушки кто-то доел. Как обычно дети доедают и упаковку оставляют. Три салатика. Айсберг по 45 пенсов. Сливки. Йогурт. Я хочу сделать оладушки. Сейчас-то курочки стали очень хорошо нести яички. Вон сколько яиц. Наконец-то мы дома. Сейчас я цветочки поставлю в вазочку и с вами немножко поговорю. Выскажу, так сказать. Что я хотела сказать по поводу своего видео. Прошлое, где я рассказывала о своем самочувствии, о том, что у нас из развлечений только по грязи походить. Некоторые люди как-то неправильно поняли меня, что как будто бы я жалуюсь или как будто бы мне нечем заняться. Непонятно, почему так люди вообще думают. Может быть, у них детей не было никогда. Тем более детей на домашнем образовании. Люди не понимают, что трое детей, особенно если они на домашнем образовании, поверьте мне, есть чем заняться. Это труд. Труд именно так это называется. Поэтому нет. Мне заняться есть чем. Мне там советовали пойти работать. Зачем-то? Как будто бы на работу идут от скуки. Или когда нечем заняться. Не понимаю я таких советов странных. Кто-то писал мне, что мне надо заняться рукоделием. Честно сказать, у меня времени нет на рукоделие. Вот честно признаться. У меня такой график жизни, что заниматься еще если рукоделием. Хотя я занимаюсь. Сейчас покажу, что я вяжу. Занимаюсь немножко вязанием. Ну так, немного. Любительски. Также у меня ждет пошив, перешив. Задумки у меня есть. Надо их выполнять. В общем, заняться у меня есть чем. Не то, что мне скучно и нечем заняться. Я говорила о том, что наша жизнь очень сильно поменялась. Мои дети лишены таких вещей, как спорт. Таких вещей, как бассейн. Музеи. Интересные центры игровые. Кафе. Кино. То есть вот такое вот. Этого всего мы лишены сейчас. Смотрите, какая красота получилась. Скоро распустится. Я думаю, завтра уже распустится. Продолжу свою беседу. Цветочки я поставила. Классные. Прям меня радуют. Радуют своим присутствием в доме. Не пахнут нисколько. Но красиво, согласитесь. Красиво, правда? Прям весна. Весна, весна. Уже скоро. Еще чуть-чуть. У нас сегодня такое потепление. Теплый. Второй день очень теплый. Что я хотела сказать? О том, что некоторые люди меня неправильно вообще поняли. Вообще не о том. Поняли вообще не то. Многие поняли правильно. Но некоторые... Многие тоже. 50% поняли правильно. 50% поняли неправильно. Поверьте, у меня есть чем заняться. И мне не нужно придумывать, как некоторые советовали, займись... Как это? Как там сказано было? Сейчас, сейчас помню. Ну, типа, какое-то театральное выступление семейное. Ну, как бы, реально. Это должно быть совсем скучно. Совсем. Нам вообще не скучно. Нам есть чем заняться. Я говорила о том, что мы лишились вещей, которые были в нашей жизни, которые украшали жизнь моих детей, которые развивали моих детей. Такие как спорт, бассейн, музеи, исторические места, парки, путешествия. Вот это всего мы лишились. Кто-то писал, ну, типа, есть еще хуже случаи, вот, когда там человек там болеет или там он инвалид в коляске. Ну, понятно, что есть и такие случаи. Все же познается в сравнении. Понятно, что и кто-то сидит в одиночной камере. Вот реально, просто его посадили за какое-то преступление, и он сидит в одиночной камере. Ну, как бы, при чем тут это вообще? Какая связь? Кроме того, что этот весь локдаун, он нанес своим... У меня были планы, у меня были шаги, которые мне нужно было сделать для осуществления нашей мечты. И просто все заморозилось. И самое противное, что неизвестно, когда все отморозится обратно, когда все закончится. Вот о чем я говорила. О том, что наш круг, как сказать, и круг общения, и круг деятельности очень сузился. Мы буквально только ходим в магазин и погрызи в парк. Все, больше у нас ничего нет. На данный момент. Люди писали, Надя, почему нельзя попить кофе дома. Как бы, я так понимаю, что это люди пишут, которые не понимают, что такое кафе, что такое ресторан. Туда ходят, как сказать... Туда ходят за обстановкой, за настроением. Туда не ходят конкретно за кофем. Я не настолько люблю кофе, чтобы его пить дома. Кроме того, я уже отвечала на этот вопрос. Я люблю латте. По-русски, да, латте, наверное, так же. Латте или латте. Не знаю, как сейчас будут меня поправлять, что я неправильно сказала. В общем, вы поняли. Его дома, в домашних условиях, без машинки. Его не сделаешь таким вкусным. Поэтому дома просто пить кофе... Я не любитель кофе, надо сказать. Я хожу в кафе именно за настроением. Затем, чтобы прийти туда, тебе подали что-то такое, чего у тебя дома нет. Что не надо готовить. Я готовлю три раза в день, как минимум. Я провожу на кухне огромное количество времени. Мне не хочется еще добавок, раз мне хочется что-нибудь такое эдакое, стоять у плиты, чтобы себе что-то приготовить. Сам смысл ресторана, это то, что ты ничего не готовишь, ничего после этого не моешь, а ты пришел и тебе подали. Как бы, мне кажется, если человек этого не понимает, это просто тот человек, который не ходил никогда по ресторанам или не ходит по кафе и просто не понимает, о чем я говорю. Конечно, у нас не Вторая мировая война, да, и не голод, и ничего с нами не случится. Но если так, знаете, рассуждать тогда, почему вы смотрите вообще Ютуб? Как бы, зачем вы смотрите Ютуб? Вы же сюда пришли, так сказать, что-нибудь такое эдакое посмотреть. Можно же и без этого жить. Зачем вы приходите на Ютуб или включаете телевизор, можно и без него жить. Я говорила о том, что нам в данной ситуации, в локдауне жестком, когда нам можно выходить из дома один раз в день на прогулку, пять миль от дома выходить, когда мы лишились вот этого всего, что мы имели, нам в этом положении очень некомфортно, нам плохо, нам очень не нравится. Также писали, сейчас вспомнила, о том, что, Надя, ты собираешься в Калужской области, там на хозяйстве, это же будет такой же локдаун. Абсолютно нет, на хозяйстве это не локдаун. Если бы у нас были бы, если бы у меня здесь было бы хозяйство, я бы этот локдаун вообще не заметила. Потому что для меня работа физически, это отдых. Понятно, что на мне не надо мешки картошки таскать, иначе я загнусь, но физическое труд, который мне по силам, мне очень приятен. Навоз выгребсти, вскопать что-то такое, мне это приятно. Я так представляю свое, так сказать, хозяйство вот это вот, где есть лошадь обязательно, где есть овцы, козы. Это все развлечение в какой-то степени, то есть это развлекает тебя, это приносит тебе еду, это приносит заработок, а также это тебя развлекает. К тому же в Калужской области у нас будет обязательно озеро, в котором можно плавать вместо бассейна. Если это озеро замерзло, можно на коньках кататься, можно просто в снегу играть. Когда у нас снег выпадал, это было вообще просто. Я жалела, что у нас мало снега, у нас было холодно до последнего времени, но снега не было. И когда он выпадал, вы видели, я показывала, у нас это был прям праздник, потому что эти дни, когда снежные были, ну вообще классно было. Вот, поэтому я думаю, что хозяйство, оно никак не может сравниться с локдауном. К тому же недалеко большой город, Калуга, всего лишь там 100 километров до Калуги, можно и в кино съездить, в России все это открыто. Можно и в Москву съездить в какой-нибудь музей, на Красную площадь, да много чего можно. Почему нужно сидеть на хозяйстве и как бы только хозяйством заниматься? Можно много чего делать. Жизнь на хозяйстве, на хуторе, это не локдаун, это наоборот, это круто, когда ты сам хозяин на своей земле. Если у меня была бы здесь земля, а здесь, то я бы даже не почувствовала локдауна. Слава Богу, у меня есть курочки и маленький огородик, который реально меня спасает. И мой еще дальний огородик, сотка с картошкой, где тоже можно что-то поработать и вывезти навоз, покопаться что-то там, помастерить, это здорово, это спасает. Но этого мало. Хозяйство должно быть большим, чтобы оно приносило вот такое вот разнообразие, чтобы оно тебя развлекало. Для меня, лично для меня, например, езда на лошади, а если ты еще ездишь на лошади и пасешь своих же овец, ты как бы развлекаешься, как бы, да, ну ты делаешь дело и ты работаешь. Вот как это можно назвать локдауном? Я не вижу это как локдаун. Поэтому это некорректно сравнивать жизнь, которой мы идем, к жизни на хуторе и на своем хозяйстве. И локдаун, когда ты закрыт, вот так вот, когда тебе надевают на тебя намордник, тебя не выпускают 5 миль от дома, у тебя только магазин есть и дом, и парк, в котором ты реально никаким делом не занимаешься, ты просто там ходишь. Молоко, оно вот сюда вот не влазит, если его положить, я боюсь, что оно потечет. Сюда тоже нет места. Куда его засунуть-то? Что у нас здесь? Вино. Ах, куда это поставить все? Вино. Сколько здесь? Полбутылки? Нет, полбутылки я не выпью. Или выпью. Может его выпить? А уже, чтобы его не было. Ладно, придется вина выпить. Красиво, да, Агаш, цветочек? Ага, цветочек. Давай, давай. Вот сюда вот. Цветочек красивый. Да, иди моську мой, Ага, что тебе очень грязная моська. Так, смотрите, что я хотела показать. Чем я открыла холодильник? Хотела поставить все в холодильник. Вот, не хватает места. Видите, вот, не хватает места. Это к тому, что кто-то писал, что я детей не кормлю, и они у меня голодают, и что мне надо лучше их кормить. Не знаю, откуда такая информация. Кто-то мне даже писал о том, что он пожалуется на меня в социальные службы. Я этого человека заблокировала. За такие угрозы я блокирую. Вот, показываю холодильник, чтобы не думали, что у моих детей нечего кушать. А то кто-то такой умник. Нашелся. Брякнул такое. Салата у нас много. Завтра курочкам отдам салата. Хотя бы один салатик. Вот сюда вот. Вот так. А, еще одно молоко надо впихнуть. Точно. Капустку засолила я. Капустку. У меня не было морковки. Когда я ее засалила, засолила одну капусту без морковки. Так, куда мне поставить молоко, а? Смотрите, какая у меня корзинка лука. Я его уже перебрала. Вот он лежит у меня здесь. Смотрите, уже начинает прорастать немножко. Что-то они фокусируются. Скоро придет земля. Я буду заниматься посадками. Буду сажать. Вот такой вот у меня лучок в корзинке лежит. А в этом холодильнике, смотрите, у меня картошка уже прорастает. Не знаю, не помню, какой сорт. Фиолетовая картошка прорастает во всю. И здесь, смотрите, что творится. В общем, картошка уже хочет расти. Она хочет уже, вон, смотрите. Хочет уже, чтобы ее посадили. Еще рано пока, что картошка. Рано еще. Продолжение следует... Продолжение следует...